МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии воспитанников детского сада «Светофорик» Елена Осипова – лучший педагог на все времена. С малышами солидарно жюри конкурса «Педагог года» с одной поправкой. Звание передовика дошкольного образования ей присвоено ровно на год. В номинации «Воспитатель года» победителем становится Осипова Елена Вячеславовна. Среди учебных пособий и детских книжек на стеллажах в группе Елены Осиповой поселился фарфоровый пеликан – символ конкурса «Педагог года». В руках воспитателя и малышей другая птица. В 30 рук они лепят народную игрушку – глиняного петуха. Держи, теперь сделай головку и клювик. Как ты сделаешь ее? Пальчиками, да? Нужно повернуть ее чуть-чуть. Давай. Вот, молодец. На творческих занятиях Елена Осипова развивает не только мелкую моторику воспитанников. Лепка проходит под аккомпанемент рассказов о народном творчестве наших предков. Так педагог прививает малышам интерес к истории. Современные дети, может быть, и продвинутее, чем их сверстники 10-15 лет назад, но они совсем не знают истории. Какие цели я перед собой ставлю? Ну, наверное, вот в цели, чтобы наши дети все-таки не забывали наше прошлое. Популяризировать нужно, приобщать детей к народному творчеству. А через что мы можем приобщить? Только через игру, через игрушки, что им интересно в этом возрасте. Для этих малышей курс молодого знатока русского народного творчества скоро завершится. В сентябре Елена Осипова передаст своих воспитанников в руки учителей. На школьном пороге жадных дознаний детей встретит Екатерина Тюняева. С этим педагогом поколение Next учит свои первые английские слова. Английский язык по зубам каждому, уверена Екатерина Тюняева. А успехи в этой гуманитарной дисциплине – вопрос желания. Сделать так, чтобы самому заядлому технарю захотелось вызубрить язык от A до Z, задача с выполнением которой у педагога no problem. Дети улыбаются, когда я прихожу на урок. Мы играем, очень часто играем, особенно с маленькими, со вторым классом, с третьим классом. То есть они, я им даю установку, я говорю, сегодня вы переводчики. И они уже сразу же начинают думать, как думают, в принципе, англичане. И это мне нравится. Стать победителем конкурса «Педагог года» – установка, которую школьники дали Екатерине Тюняевой. Наедине с этой миссией учителя не оставили. В финале хором спели о тонкостях изучения английского языка. У нас даже сейчас такой сложился наш стиль, стиль гимназии. Вот как они выступали в белых рубашках, красные подтяжки, красные носки, мы теперь так ходим в школу. Этот стиль стал образом победителя. И Екатерина Тюняева названа лидером в номинации «Учитель года». Вместе с Еленой Осиповой она представит округ на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья». Так что впереди у конкурсантов новый соревновательный виток. Люберецкие педагоги готовятся в паузах между занятиями и обещают – будем побеждать. Дарья Борисова, Алексей Андреев и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры сделал DimaTorzok